Псеволод Зиновьевич Нестайка В стране солнечных зайчиков Часть вторая Путь к стране солнечных зайчиков Лежал через волшебное зеркало. А оно имело свойство отражать все злое и враждебное. Раз в сто лет сквозь волшебное зеркало Могли пройти в эту страну Десятилетний мальчик или девочка, Не совершившая плохих поступков. К тому же на лице должно быть точно 222 веснушки, Не больше и не меньше. Целый год господин мрак летал ночами по земле, Искал нужного ему ребенка. И, наконец, нашел. Только подумал веснушка, Почему это господину мраку Захотелось пробраться в страну солнечных зайчиков, Как из темноты выпорхнул громадный филин, А за ним несколько летучих мышей. Господин мрак махнул плащом, Все сразу исчезло. Но мальчик успел заметить, Что какая-то тень влетела в карман его куртки. Но об этом веснушка сразу же забыл, Как и о самом господине мраке. Перед глазами мальчика блестело чудесное зеркало. Какая-то неведомая сила тащила веснушку к нему. Иди, иди вперед! Мальчик легко прошел сквозь зеркало И пошел дальше. И вот веснушка в стране солнечных зайчиков. Ему показалось, Что он попал в необыкновенный громадный цветок, В котором и жили солнечные зайчики. Он остановился возле первой избушки. Перед верандой рос синий лесной колокольчик. Веснушка осторожно притронулся к паутинке И сразу же раздался приятный звон. Открылась дверь, пропуская мальчика. Навстречу, приветливо улыбаясь, Вже торопился дядюшка Ясь, Тетушка Тася и их маленькие зайчата. Ну что, жена, Сказал дядюшка Ясь, Вначале нужно накормить гостя. Это был удивительный обед. На первое – острая пряная гвоздика. На второе – жасмин. На третье – сладкая медуница. После обеда дядюшка Ясь повел Веснушку в сад. Он показывал ему удивительные цветы, Рассказывал, чем они хороши, Где и когда цветут, От каких болезней лечат И всякое другое. Это было очень интересно. И Веснушка внимательно слушал. Они подошли к большой пышной клумбе. В центре рос маленький, Похожий на солнце, Желтый одуванчик, Любимый цветок солнечных зайчиков. Одуванчики – верные друзья. Они всегда предупреждают зайчиков об опасности. Недалеко возвышался дворец волшебных сказок, Украшенный множеством разнообразных Фантастических фигур. Но Веснушка не ощутил страха, Потому что увидел, Что все фигуры не живые, А мраморные. Мальчик вошел во дворец И почувствовал себя как дома. Стольких он увидел старых знакомых, Тут жили герои всех сказок, Какие только есть на свете. Дворец был просторный, Светлый, солнечный. Веснушка зашел в детскую комнату. Герои детских сказок Мизинчик и Васик-Телесик, Буратино, Чаполино Играли в разные игры. А Незнайка, Винтик и Шпунтик Учили уроки. Оказывается, во дворце волшебных сказок Была специальная школа, Где учились сказочные дети. Илья Муромец и Кати Горошек Показывали силу и храбрость. Иванушка-дурачок был Учителем ума и находчивости. Капитан Врунгель Учителем навигации. Доброте учила старая волшебница И сказки Золушка. И нужно сказать, Что все дети Учились на отлично. Ну а сейчас пойдемте домой. Тебе давно пора спать. И дядюшка Ясь Показал на большой красивый Подсолнечник, Который заменяет Солнечным зайчиком часы. На земле У солнечных зайчиков Много работы. Они работают Обычными рабочими И рабочими Высокой квалификацией. А есть такие, Которые увлекаются Научной работой В астрономических обсерваториях И химических лабораториях. Дядюшка Ясь Отвел веснушку К своему жасминовому домику И положил его на кровать Из мягких, пушистых пионов. Веснушка сразу же Крепко уснул. Проснулся веснушка С тяжелым сердцем. Ему снился какой-то Неприятный сон. Но какой именно, Он не запомнил. От всего сна Осталась у веснушки Одна мысль, Что ему нужно Немедленно уйти Из страны солнечных зайчиков. Но он ничего не мог вспомнить. Дядюшка Ясь Повел веснушку В долину счастливых снов. Тут ищи свой сон! Долго веснушке попадались Чужие сны. Долго еще он бродил По долине счастливых снов. Но вот заглянул В один цветок И... Господин мрак Задумал истребить Страну солнечных зайчиков, Разбив волшебное зеркало. А сделать это может Посаженный в подземелье Дворца сказок Тролль Из сказки Андерсона Снежная королева, Которого зорко стерегут Солнечные зайчики. Господин мрак Решил освободить тролля. Веснушка Сразу же рассказал Об этом дядюшке Ясью. Дядюшка Ясь Созвал большой солнечный совет, На котором он рассказал, Что в их страну Пробрался господин мрак И хочет освободить тролля. Для этого он намеревается Послать веснушку за плащом, Действуя через сон. И большой солнечный совет решил, Пусть веснушка пойдет И принесет плащ Господина мрака. Братик Блеск Взялся сопровождать веснушку. Это было тяжелое путешествие Через безводные пустыни, Через горы, Ущелья и Яры. Лунный зайчик легко и неслышно Бежал впереди, А веснушка, спотыкаясь И до крови разбивая колени, Шел за ним. Сейчас рассветет, И мне нужно исчезнуть. Вон, видишь, В столетнем дубе Большое дупло. Заберись туда, Поспи, отдохни, А вечером я приду И пойдем дальше. В дупле есть орехи, Позавтракай, Ты ведь проголодался? До вечера! Веснушка забрался в дупло И уснул. Проснулся он От каких-то грубых голосов. Танцуй, танцуй, А то уши оборву! Веснушка не мог допустить, Чтобы на его глазах Произошло убийство И забыл об осторожности. Шишки градом посыпались вниз, Орехи звонко раскалывались На головах хулиганцев. Но они скоро закончились, И хулиганцы вытянули Веснушку из дупла. Они связали его, Положили в мешок И потащили куда-то. Веснушка очутился В громадной пещере, Которая кишела Разными болезнями, Какие только есть на свете. Толстенные дубовые двери Были закрыты снаружи На большой железный засох. И вдруг Веснушка увидел, Что болезни заметили его, И каждая стремится Первой напасть на него. Ему стало дурно. Когда он открыл глаза, То увидел, Что все болезни Катятся вниз по ступенькам, А возле него Сидят солнечные зайчики. Они появились вовремя. У Веснушки было одно желание Убежать от хулиганов. Но вдруг Кто-то осторожно Притронулся к его плечу. Перед ним стоял заяц, Которого он спас. Спасибо тебе, брат! Много приключений Встретилось на пути Веснушки, Пока он нашел Плащ господина мрака И принес его В страну солнечных зайчиков. Начался жестокий бой. Солнечные зайчики Ослепляли драконов И змей. И только благодаря этому Кати горошек За своим войском Скрутили их в бараний рог И бросили снова в тюрьму. Хитрый и коварный Господин мрак, Который посеял страх И ужас в сердца всех И который мог перехитрить И обмануть кого угодно, Попался, как глупый мышонок, В ловушку. Лабиринт из волшебных зеркал, Построенный для него Солнечными зайчиками. Он был обречен Вечно кружить В этом море света, Не находя выхода. И так, последняя злая волшебная Сила на земле Исчезла. Даже хулиганцы, Отчаянные бандиты И убийцы, Лишенные поддержки, Стали бессильны. Ластовины Победили их И выгнали Из своей страны. Ластовиния Снова стала Вольной И независимой. Веснушка вернулся В родную страну, Твердо решив, Что, когда вырастет, Станет садовником. Его сокровенная мечта Сделать так, Чтобы в родной Ластовинии Было столько цветов, Как в стране Солнечных Зайчиков. Старые друзья Не забывают Веснушку И помогают ему. И не только Веснушке, Но и всем-всем Добрым людям, Потому что Они существуют Для того, Чтобы делать Жизнь людей Светлой И счастливой. Конец! А у тебя, Дорогой друг, Есть мечта? Если еще нет, То обязательно Загадай ее сегодня. А если есть, То стремись к ней, Ведь добрые дела Делаются По велению сердца Навстречу Своей мечте. До скорой встречи В новой Фантастически Реальной Истории. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова